В этом году актюбинские власти решили начать субботники раньше обычного. Причина в том, что несмотря на явное похолодание, снега на земле уже почти нет, а значит скопленный за зиму мусор видно больше обычного. Поэтому власти решили, что уже с сегодняшнего дня можно начать повсеместную чистку. В первом этапе новой вещи, то есть в течение апреля месяца, необходим для дела свежей работы. Первый. Очистить территорию города и сельских и зеленых округов от мусора, скопившихся в замке. Ликвидировать стихийные свалки. При приятельной организации, объектах предпринимательских учебных заведений необходимо прийти в порядок, принадлежащих им территорию, отдача привлекающих их объектов, земельные участки вдоль улиц здравственных тропов. Отремонтировать и покрасить уличные переливные ограждения, курные скамейки, столовые и хламные конструкции. Постановить там, где необходимо возбуждение транспорта. Кстати, во время зимних месяцев город буквально зарастает всяческим хламом. В прошлом году, например, местный мусорный полигон принял за время подобного двухмесячника более 12 тысяч тонн мусора. В этом году объект также будет в течение двух месяцев принимать отходы бесплатно. Говорилось и о такой наболевшей теме, как состоянии местных дорог. В Акимате обещают продолжить и ямочный, и капитальный ремонт проезжей части, как было сказано, по мере поступления финансирования. В проектах охватывается капитальный ремонт дорог в микрорайонах, районах Желгорода, Шанхай, Форумы, Сюгенозея, Балышка и другие. Кроме того, в проектах охвачены дороги венте и сельских населенных округов в количестве 23 объектов. Реализация данных объектов будет проводиться по мере выделения финансирования. Кроме того, власти считают, что не стоит церемониться с теми, кто засоряет улицы стихийными свалками. К таким нарушителям обещают применять самые жесткие меры. Сегодня Аким дал поручение полицейским и санитарным врачам усилить контроль. С такой жесткой позиции согласны и некоторые рядовые актюбинцы. Одного другого за окурок оштрафовали хотя бы по тысяче. Остальные, кто увидит, уже этого делать не будут. Вот и все. По-другому я не вижу никакого выхода. Вот наш дом стоит, где у Лиханова. И в подъезде тоже. Вот чисто. Смотришь уже окурки. По-другому ничего не сделает никто. При этом многие не прочь выйти и лично поучаствовать в городских субботниках. А сами готовы вы на субботник выйти? Если не буду на работе, если работа организует, то, конечно, выйду. Готов. Ради своего города на все готов. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт».